Всем привет! Вы находитесь на канале Реминфострой. Бетонная подготовка под фундамент. Строительные нормы и правила подбетонки. Осуществляя строительство, важно правильно выполнить предварительные расчеты, а также технически грамотно, качественно подготовить основание, которое определяет устойчивость фундамента здания. Бетонная подготовка под фундамент представляет собой комплекс работ по возведению подушки под будущим объектом. Выбор оптимального варианта выполнения подготовительных мероприятий влияет на надежность фундамента. Срок эксплуатации объекта строительства. Правильно подготовленная основа пропорциональна площади, перераспределяя действия на грунт нагрузки, предотвращая утечку цементной массы, которая возможна в процессе заливки раствора бетона. Формирование подушки – ответственная операция. Именно поэтому технические требования, определяющие особенности выполнения подготовительных мероприятий, технологию, необходимый материал, толщину слоя, используемого для подушки, регламентируют СНИП и свод правил, рекомендации которых рассмотрим далее более детально. Нормативные документы. Требования каких нормативных документов и правил должно соответствовать устройству бетонной подготовки под фундамент. При осуществлении промышленного и гражданского строительства, сооружение любых видов конструкций подчиняется специальным положениям, приведенным в отраслевых и государственных стандартах, строительных нормах и правилах, а также сводах правил. Главной документацией, регламентирующей специфику работ, являются СНИП 5201, выпущенные в 2003 году, посвящены конструкциям из бетона и железобетона. Свод правил 50101, утвержденные в 2004 году, содержащие требования к проектированию и устройству оснований фундамента. Свод правил 50101, посвященный конструкции без предварительно напряженной арматуры. СНИП 2.0.2.0.1, разработанные в 1983 году, регламентирующие параметры оснований объектов строительства. Свод правил 63.133.30.2012. Свод правил, объединяющие требования к строительным сооружениям. Указанные стандарты четко определяют особенность мероприятий, связанных с устройством фундаментов. Их проектированием они учитывают особенности почвы на участке строительства. Специфику объекта застройки. Требования экологичности. Действующие усилия. Степень сейсмической активности. Требования нормативных документов подлежат неукоснительному выполнению строительными компаниями и организациями, осуществляющими проектные работы. Разновидности подготовки. Требования строительных норм и сводов правил предусматривают, что для формирования основания необходимо выполнить один из указанных видов подготовки. Перечислим возможные варианты. Основа истощего бетона, характеризующуюся невысокой маркой, малым процентным содержанием вяжущих ингредиентов. Щебеночная подготовка под основу толщиной 200 мм, обеспечивающая значительное снижение расхода цемента. Щебень уплотняют, заливают раствором битума. Профильные мембранные основания, объединяющие особенности указанных выше видов работ. Повышенную прочность обеспечивает первый вариант, после которого удобнее выполнять дальнейшие работы по обустройству фундамента. Остановимся на нем подробно. Главные задачи подбетонки. Устройство бетонной подготовки под фундамент обеспечивает требуемое состояние основания, обладающего необходимой несущей способностью, достаточной для восприятия прилагаемых усилий. Именно поэтому строительные нормы уделяют ей повышенное внимание, каково основное назначение подбетонки, являющейся базой монолитных конструкций, какие задачи она выполняет. Основные функции. Обеспечение защиты залитого раствора от вытекания, что способствует быстрому затвердеванию основы в соответствии с требованиями технологии. Улучшение ее качества. Недостаток влаги является причиной растрескивания массива, снижения прочности основания и последующего его разрушения с течением времени. Создание плоской поверхности, позволяющей геометрически правильно устойчиво установить каркас основания и выполнить армирование в соответствии с требованиями СНИП. Выравнивание реакции грунта на основании подошвы. Равномерное распределение усилия по всей площади. Предотвращение возможной усадки почвы под воздействием точечных усилий и значительных нагрузок. Стадии подготовительных мероприятий. Подготовительная стадия, согласно правилам, предусматривает выполнение следующих этапов. Расчетные части, определяющие толщину и габариты основания фундамента. Ее способность противостоять деформациям. Обустройство зоны работ. Формирование площадки. Требования к расчетной части. Строительные правила требуют выполнять расчет усилий, которые способны воспринимать основания в следующих случаях. При наличии серьезных сжимающих усилий. При расположении объекта строительства вблизи насыпи, склонов или откосов. При обустройстве подошвы фундамента, расположенной на слабых почвах. Стандарты разрешают не выполнять расчеты несущих нагрузок, если согласно проекту будут выполняться мероприятия, которые не допускают смещение почвы. В качестве усилий, действующих на основу, свод правил учитывает все передаваемые нагрузки, действующие как коротковременно, так и на протяжении всего периода эксплуатации. Учитывается также масса, находящаяся ниже нулевой отметки части объекта. Готовим котлован. Основные стадии работ по подготовке грунта для установки бетонной фундаментной основы включают обустройство и разметку котлована с учетом будущей толщины слоя песчаногравийной смеси и бетона, планировку и подчистку дна выемки, уплотнение рыхлой почвы с использованием вибрационных плит, дополнительное увлажнение или осушение грунта в зависимости от результатов работ по уплотнению, подсыпку песочно-щебеночной фракции толщиной 10 см, необходимо для дренажа, трамбование массива, нанесение гидроизоляционного слоя из пленки или полотен рубероида, сборку опалубки высотой не более 30 см для бетонирования. Только после этого приступает к выполнению работ по бетонированию. Таковы основные стадии, предусмотренные стандартами, из которых состоит бетонная подготовка под фундамент. Выполнение армирования Согласно строительным нормам, бетонная подготовка под фундамент предусматривает необходимость усиления бетонного массива стальной арматурой. Это мероприятие улучшает надежность находящейся ниже нулевой отметки части постройки, усиливает подбетонку. Усиление основы осуществляется стальными сетками, связанными специальной проволокой диаметром 8 мм. Конструкция укладывается на основание для заполнения опалубки смесью. Стандарты предусматривают установку вертикально расположенных стальных прутьев, обеспечивающих прочную связь фундамента с основой. Стальные прути должны возвышаться над поверхностью основания не менее чем на 20 см. Особенности бетонной подготовки Основные положения, содержащиеся в строительных нормах и своде правил, связанные с выполнением подушки на базе тощего бетона. Допускается применение раствора маркой М50 и выше. Для выполнения работ используется тощий бетон, представляющий собой разновидность цементного раствора, в котором содержится не более 6% цемента класса B15. Роль наполнителя играют песок и гравий. Залитый массив для плит фундамента или монолитной основы должен выходить за уровень подземной части конструкции и возвышаться над ней на 100-150 мм, что обеспечивается конструкцией заблаговременно подготовленной опалубки. Раствор заливается на предварительно выполненную щебяночную песчаную основу. Удаление воздушных пузырьков производится путем трамбования смеси. Защита от обезвоживания поверхности обеспечивается полиэтиленовой пленкой, которая в первые дни закрывает залитую поверхность. Можно ли выполнять подбетонку без армирования? Какая рекомендуемая строительными нормами толщина подбетонки, выполненная без усиления? Строительные правила допускают такой вариант, для которого толщина слоя бетонного массива составляет 150-200 мм. При обустройстве армированной основы под фундамент, свод правил разрешает уменьшенную высоту основы. Толщина слоя в этом случае составляет 60-100 мм. На размер влияет масса строения, уровень залегания грунтовых вод и почвы. Согласно СНИП, допуск плоскости поверхности при формировании монолитной ленты не превышает 0,5 см на каждый метр длины и не более 5 см для цельных плит, имеющих ширину свыше 25 метров. Бетонная подготовка под фундамент особенно актуальна, если строительные мероприятия осуществляются в зимнее время, поскольку ровная поверхность обеспечивает дальнейшее выполнение предусмотренных проектом фундаментных работ. Выполнение щебеночной подготовки Использование подготовленных оснований на базе щебня позволяет уменьшить затраты на выполнение строительных мероприятий, ведь экономится цемент, а объем расходов на приобретение щебня вполне приемлемый. Щебеночная подготовка под основание допускается сводом правил и строительными нормами. При этом толщина слоя должна быть порядка 20 см. Слой щебня должен быть тщательно утрамбован, залит жидким битумом. Заливка битумного раствора выполняется, если необходимо максимально насытить почву или сформировать гидроизолирующую битумную пленку. Указанный метод не обеспечивает высокой жесткости подложки, затрудняет выполнение фундаментных мероприятий. Он широко распространен для малоответственных строительства объектов технического назначения, подсобных помещений и вспомогательных построек. Применение профильных мембран Сборники строительных норм и правил при подготовке оснований предусматривают использование современных технологических решений, в котором принадлежат мембраны профильного типа. Их применение упрощает процесс формирования основы, так как исключаются виды работ, связанные с бетонированием. Отсутствие мокрых этапов работ обеспечивает экономию ресурсов, упрощает процесс монтажа основы. Результат сокращения времени подготовительных мероприятий. Итоги Внимательно изучи сборники с действующими строительными нормами и сводом правил. Строители и проектировщики получат полное представление о требованиях к мероприятиям по подготовке основания. После выполнения подготовительных работ с соблюдением рекомендаций нормативных документов, объект строительства будет отличаться прочностью, повышенной устойчивостью и сможет длительное время эксплуатироваться. Ведь бетонная подушка – оптимальное решение для обеспечения надежности строения. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях. Субтитры подогнал «Симон»!